Всем привет, чуваки, меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уэз Мэн, сегодня четверг, я отправляюсь на работу. Чуваки, я с утра уже выложил вчерашний день, вчерашний влог, то есть я в принципе вошел в график старой такой выкладки, добротной. Вчера отснял, с утра выложил, так что завтра ждите сегодняшний влог, то есть вот этот влог вы уже увидите завтра. Зачем я вам это говорю, как будто вы прям в прямом эфире. Кстати, сейчас минус 6 градусов на улице, и это радует, минус 6, прикиньте, только вот недавно-то было минус 27, а уже минус 6. Многие не верили, что минус 27, но я выкладывал скриншоты в инстаграм, где почему-то сюда реально писалось, что в Омске дым, непонятно. Хотя есть, есть объяснение небольшое, то что у нас много частного сектора, и они все в холода быстро, дико начинают топиться, и поэтому, ну топиться в смысле топить свои печи. И в основном все на дровах, и поэтому очень много дыма реально в городе, ну то есть это кроме шуток. Вот пришел я на работу, а тут все, все как надо, практически все есть, ну все, что нужно собирать, то есть материал уже есть, который можно монтировать. Вот это я люблю, когда так, под Новый год прям радости. Чуваки, мы пришли за новогодними подарками. Вон там Ньюсрум, там делают новости. Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти. Я заснял, я заснял. Мы получим сейчас железные чемоданы. Вот такие вот. Вот такой вот новогодний подарок. Чуваки, я сижу на местном радио. Вот, здесь просто нужно будет начитать. Начитать начитку для Ми-12, что, собственно, сейчас и произойдет, когда придет сюда главный радиолог. И я погнал на обед. Уже сегодня я, наверное, покушаю как следует. Сейчас там что-нибудь, не знаю, что еще, правда. Посмотрим. Вот, столиком сейчас ходили в магазин. Вон там покупал себе обед, потому что он остается на работе хавать. А я не хочу на работе хавать, потому что нечего на работе мне хавать. И как-то покупать что-то ничего не хочется. В Магните так много народу сейчас, что вообще капец. Как будто вот прям 31-е сегодня настало. Наступило. Наступило на магнит 31-е число. Я покушал. Я покушал салат. Я попил чай с пряниками. И вообще клево. Я даже съел конфету шоколадную. Пока все нормально. Пока все нормально. Погнал на работу. Надеюсь, там меня ничто не застанет врасплох. Вчера у одной из ассистенток был день рождения. Сегодня она принесла тортик. Он был дико вкусный. Я заточил два кусочка вот таких. Ну, в смысле, не таких, как вот этот большой косман оставшийся. Короче, я сейчас тут доделываю дела. Там сверху, да, отсматривают. Я еду домой, а потом к Алиске. Я как-то вот и вроде устал, и вроде не устал. Ничего понять не могу. Состояние странное. Я освободился с работы. Еду домой. Возьму рюкзак со своими шмотками всякими там на завтра. Потому что завтра надо будет ехать ремонтить. И сегодня, кстати, Алискенпапа положил шесть полос ламината. Это очень круто, но завтра мне нужно продолжить и ламинат делать, и умывальник надо поставить. Вот. Это тоже, это очень клево. Это все радует. То есть за завтра было бы офигенно сделать очень много полезных, приполезных вещей. Которые значительно продвинут и приблизят момент вселения наконец-то туда нас с Алиской. Вот как-то так загнул. Короче, чуваки, сегодня, кстати, звали меня на съемки нового утра. Ну, той передачи, которую я монтирую. Новогодний выпуск будут снимать в трамвае. Трамвай будет ехать от Стрельникова для мячей. Информация от Стрельникова и до Конечной, до Котельникова. И потом обратно до Стрельникова. Вот. Я не знаю, в какие моменты там будут снимать. Как, че, как это вообще будет происходить. Я знаю только, что одна из ассистенток взяла с собой два термоса Глинтвейна. Вот. И там, походу, будут веселые съемки. Прикольно. Ну, потому что трамвай, он сам по себе-то, в принципе, холодный. Хотя сиденья в омских трамваях, это мама не горюй. Это плавительный аппарат просто. Жопа. Скажу грубо сейчас. Говно вскипает от этих сидений. Еще немного информейшена. Завтра выступление. Так что я, если выложу с утра, у вас еще будет шанс, ребят, прийти в пятницу, 27 декабря, в рок-клуб на Лермонтово. И послушать группу Checkout. Мы играем первыми в 22.30. Это пол-одиннадцатого вечера. В пятницу вечером. Рок-клуб Лермонтово. Приходите, блин. Клево будет. Вот. Что еще? Что еще? А, а воскресенье? Ну, в субботу я работаю. Причем придется поработать очень жестко, потому что надо будет собирать как раз этот новогодний выпуск. А в воскресенье, в воскресенье, короче, будет корпоратив новогодний у канала. И мы будем, друзья, с вами тусить там. Камеру, естественно, беру с собой вместе с вами. Был дома, взял свое барахло, взял гитару. Кстати, все никак вот эту шерсть не расстелю там по сидению, как вот здесь вот. Ну и вот для своего сидения тоже нифига не постирал, потому что она где-то в гараже лежит. Я не знаю, где надо искать. А мне лень. Алиска делает пирог с сахаром. Вот. Это будет очень вкусный пирог, на самом деле. Мы вам его обязательно покажем. Вот. И пока она его делает, я пришел немножко поваляться. Я рассказал о том, что я кушал. Она дико удивилась, потому что она до сих пор не может кушать нормально. Вот. А я вот поел и все в порядке. Чуваки, мы попили чай с пирогом. Знаете, какой получился Алисский? Вот такой вот он. Он просто офигенный. Офигенный. Просто обалденный. Если вы когда-нибудь ели... А ты что показал? Вот это или это? Да, я вот это показал. Ну и вот это тоже. Ну это с малиной просто. Это с малиной, а это с чаем? Там просто малина. Ну, короче, с малиной, с сахаром, с орехом и слоеное тесто. Все это с пиралькой. С корицей. С корицей. С... Как он? Орех называется. Виндаль. Да нет. Вредский. Да нет. Мускатный. Мускатный орех. Вот он. Что? Короче, если у вас есть в городе Синабон, если вы когда-нибудь ели там булочки, ехать, ну вот такие тоже с пиралькой. Очень похоже получилось. Прям из-за того, что сахара много. Как карамелька. Все такое, да. Карамелька. Карамелька. А я поехал по делам. Ну, как же от Клод Ван Дамму. Короче, чуваки, совсем внезапно я оказался в тачке и еду в ленту, чтобы купить батареек себе побольше, потому что у меня во всех примочках нет батареек, ибо я на репетиционных точках, на репетиционных базах я играл с блок-питаниями, которые мне предоставляли, любезно предоставляли владельцы баз. Так вот, сейчас надо будет выступать завтра, а у меня нету блок-питания, поэтому нужно купить батарейки. А где сейчас можно купить батарейки? Да только в ленте, потому что она 24 часа работает, и это большой гипермаркет, и там по любому бассу должны быть нормальные батарейки. Но здесь сейчас еще по пути я заберу Ваньку, он просто катался, а вон он заворачивает. Ой, дурачок, ой, дурачок, ой, дурачок, как же его повело-то, а? Короче, он просто юзом повернул. Жучка решил крутануть прямо на перекрестке. Дурачок вообще такой, а? Сейчас я его себе посажу в тачку. Господи, что он творит там? А он оставит свою тачку здесь, на жемчужине. А мы поедем вместе с ним в ленту. Вон, это он там поперек как-то встал, непонятно как, вот белая тачка заехала. Сейчас мы к нему приблизимся. Вот два дурачка здесь уже докатались, встретились. А этот тоже, видать, хотел присоединиться. Иоганн, Себастьян, Штраус, Бах. Мы по пути заехали на заправку, заправляемся. Сейчас находимся за Мегой. Заправили тачку, едем в ленту, покупать батарейки. Заправили тачку, купили водокачку. Ванька вдупляет в FIFA 2014. Вдупляет, я тебя сейчас как задуплю. Дикий дятел вообще. Между прочим, пойдет завтра на концерт, и вы, чтобы все пришли, блин. И Ваньку увидите, и пнете его, если что. Если он там буянить будет. Понял ты? Бык! Рыбок, терни меня за сосок. Особый прием. Комиссар сосок. Удар. Забери мяч. Ты играть не умеешь просто. Я тебе сейчас покажу, что я не умею. Что ты не умеешь? Ты ничего не умеешь в этой жизни. Поэтому я тебе ничего не покажу. Мы проезжаем Мегу, Ашан, Медиамарт, Икею, и всякое-то... А еще какой-то Тойота Центромск. Тойота Центромск, Тойота Центромск. А ты на видео снимаешь? Нет, я тебя на фото снимаю. Ты меня на фото снимаешь? А я думал, ты просто меня снимаешь. Но я так-то езжу. Ну, не из дешевеньких. У тебя бабосов-то хватит-то, нет? Ну и проезжаем мимо континента. Тут вообще дико яркий экран какой-то. Почти тебе запись испорчена. И... Нет, не надо вдруг мыть. И мы подъезжаем к ленте. К ленте. Хочешь, что все, что ты сказал сейчас, блядь, еще раз запоганилось? Ну давай. Нет, я не могу. Сначала я буду грубо выражаться. Сильно. Ваня сегодня вообще отжигает. Потому что... Чего нажать-то дальше? Он зырит и не моргает. Ну где мы, девочки, где мы можем проехать? Тут вообще есть проезд? Играть. Что-то какой-то это проезд, какой-то не проезд, блин. Нахера я сюда поехал. А вон нормально, вот очки испорчены. Может там одно очко, походу, было. И мы вообще теперь не оттянуть от телефона. Мы ищем батарейки. Где же батарейки? Где же здесь могут быть батарейки? Смотри, он выходит на полу позицию. Бей, бей. Опасно. Ваня выцегнил читаться. Мы купили батареечки и еще... Что ты их купил? Твикс? Еще Твикс. Привез Ваньку в пункт назначения, откуда и забрал, собственно говоря. Пожрал чипсоидов кукурузных. Все, пакеты, Чуви. Чуваки, сейчас уже где-то час ночи. Час 0-1, поэтому и где-то. Вот. Кстати, на Остфильме вышел второй сезон сериала с Ладжи... Ой, Ладжи... О, путы. Дэниел Рэдкриф, который Гарри Поттер играл. В общем, называется «Записки юного врача» по Булгакову, да? По Булгакову, короче. Первый сезон был вообще офигенный. Мы с Алиской смотрели, прям радовались. Там 20-минутные серии, они короткие. Вот, сейчас вышел второй сезон, так что всем советуем посмотреть. И мы сейчас сами начнем его смотреть. Вот Алиска. Завтра у нее вообще-то как бы предзащита. Ну, по сути дела. Ну, не знаю, что там будет на самом деле. Вот. Собрали все чертежи в кучу. А где они? А, они вот так вот, надо не забыть. Ну, вон там, в самом углу. Вот. Друзья, я еще раз пользуюсь случаем и пользуюсь тем, что я выложу этот влог с утра и вы увидите его в пятницу утром. Вечером, в пятницу, 27 декабря, мы играем в рок-клубе. Приходите, будет клево. Вот. Ну и все, друзья. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, читайте Twitter, смотрите Instagram. Все тише и тише, чтобы никого не разбудить. Мы будем вам шепотом шептать. Бакеда. Хорошо, на раз, два, три. Раз, два, три. Бакеда. Субтитры сделал DimaTorzok